МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представители частной корпорации SpaceX, которая специализируется на космическом туризме, собрались отправить в полет американскую киноактрису Коко Браун. Если он состоится, Браун будет второй в истории афроамериканкой, полетевшей в космос. Актрисе фильмов для взрослых за звездное путешествие придется заплатить 100 тысяч долларов. Порадовать своих поклонников новыми любовными съемками в космосе актрисе не удастся. Нет земного притяжения. 11 февраля с космодрома Пайконур стартовал к Международной космической станции первый в этом году грузовой корабль «Прогресс». В этот раз грузовик долетел к МКС всего за 6 часов. Технология короткого полета впервые была отработана в августе прошлого года. Ранее «Прогресс» и доставляли грузы на орбиту через двое или даже через трое суток после старта. «Прогресс» М18М доставил на станцию более 2,5 тонн различных грузов. В этот раз российские члены экипажа попросили положить в продуктовый набор сырокопченые колбаски с сыром и чесноком. Грузовик также доставил на МКС посылки от семей и подарки для экипажа. Среди оборудования — новая беговая дорожка. Её установят в российском сегменте станции космонавт Павел Виноградов, который отправится на орбиту в конце марта. Канадский астронавт Крис Хэтфилд записал песню в космическом дуэте. Во время специального сеанса связи Крис играл на гитаре и пел на орбите. А на Земле то же самое делал рок-музыкант Эд Робертсон в сопровождении хора. Песня была посвящена красоте нашей планеты. Астронавт Крис Хэтфилд — гордость страны кленового листа. В марте этого года он станет первым канадским командиром Международной космической станции. Недавно астронавт сделал ряд удивительных снимков с борта МКС, которые продемонстрировал землянам. Субтитры создавал DimaTorzok В Московском государственном университете геодезии и картографии прошла международная конференция, приуроченная к 40-летию экспедиции самоходного аппарата «Луноход-2». Сегодня наш естественный спутник вновь стал объектом пристального внимания ученых. В рамках форума были представлены доклады, посвященные как истории лунных проектов, так и вопросам современного изучения Луны. В частности, подготовки и реализации российских проектов «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс». Зачем первым космонавтам нужны были навыки фотографирования? Как выбирали первого космонавта и кто сделал первую съемку Земли из космоса? Об этом в программе «Космонавтика» на канале «Россия-24» в ближайшие выходные. Субтитры создавал DimaTorzok